Скажите, пожалуйста, как увязывается провоновская модель и пилогенетический сигнал? Если это пилогенетический сигнал, такой ответ хаотический, то я тогда очень сильно задумываюсь, что такое вообще пилогенетический сигнал? Спасибо за вопрос. Но если мы говорим о том, что мы можем предсказать эволюцию признака, исходя из пилогенеза, соответственно, если мы тестируем броновская модель или не броновская, мы исходим в предположение о том, что мы знаем, то есть мы можем это сделать, мы можем предсказать. Тогда можете ли вы предсказать? Ну, это большой вопрос. Надеюсь, что это должно быть. Пожалуйста, вопрос. На основании каких данных от пилогенетического дерева мы взяли метрохондриальные гены, это стахромоседаза первая и стахромоседаза вторая, и ядерные гены, это внутренний транскриптированный спейсер второй и транспортный НФК. То есть в этом мультиологическом нет. К сожалению, бабочки таковы, что именно в Глубянке характерны тем, что у них нет признаков, позволяющих построить более-менее разрешённое филогенетическое дерево, поэтому мы пользуемся буквально недавно. Да, морфологические предстоятельства. Ну, для Алиса Бауча характерно то, что, как правило, в антифологии для консиликации, для обстроения инфектических деревьев используются в данной морфологии, но у бабочек обычно это гениталии, не данные, а генитальных структурах. У них они абсолютно одинаковые. То есть они не позволяют даже построить более-менее понятную какую-то матрицу признаков. Ну, знаете, все-таки вы, по-моему, аудиторию запутали. Вначале вы говорите, что лямба у вас статистически отличается от нуля и не отличается от единицы, то есть сигнал есть. Окончается тем, что у вас правовское движение, то есть лямбер равно нулю. Вот где все-таки правда? Или объясните противоречие? Нет, по моим представлениям, бронское движение, если мы подтверждаем, оно не говорит о том, что лямбер равно нет, оно означает, что любой конкретный момент времени хромосома может или слиться, или фрагментироваться, и это происходит случайно. То есть это модель случайная, да? Модель случайности? Да. То есть это зависит от того, кто чей рост будет, но тем не менее это случайно. в том, что мы не можем сказать в сторону увеличения, то есть в сторону уменьшения, потому что есть куча статей, в которых написано, что они увеличиваются, но это безосновательно. очень много. Спасибо.